В полумраке сложно было разглядеть хоть что-то, а затянувшееся ожидание мучительно тревожило регулярными мурашками от любого шороха. От напряжения начинаешь более чутко ощущать всё вокруг, ловишь каждую реакцию всех шести чувств. И вот кто-то подходит, но не спешит, медлит, тянет время, заставляет ёрзать, нервничать. А затем что-то холодное с оглушающим лязгом защёлкивается на запястьях, и тут возбуждение становится невынос... Стоп! Извращенцы — это не отсюда. Хотя, кто его знает, сейчас уже не разберёшь. Ну, поэтому мы тут и собрались разобраться. Наручники, дамы и господа, пока что без всяких пошлостей, а там как пойдёт. Люди всегда враждовали, бились за власть, земли, ресурсы. Порой после таких стычек появлялись пленные, и их нужно было как-то сдерживать. Верёвки, деревянные колодки, клетки, кандалы, наручники. История обездвиживания довольно богатая, приспособлений много, да и только волю фантазии. Но именно наручники стали самым эффективным, быстрым и удобным способом. Началось всё с развития обработки железа. Научишься мастерить из металла что-то одно, дальше — лишь вопрос времени. Сначала появились кандалы, и первые изготавливались из бронзы. Затем в Риме и Средневековье для их производства стали использовать железо, а вскоре в новое время появились и стальные кандалы. Возможно, история знала прототип кандалов и до Бронзового века, но никаких экземпляров и свидетельств найдено не было. Ну и логически это тяжело себе вообразить. Сложно сделать что-то из металла, не умея его обрабатывать. А вот появлению первых кандалов в Бронзовом веке способствовало Ассирийское царство с их развитой цивилизацией. Ребята отличались воинственностью, поэтому необходимость в чём-то сковывающем была высокой. Следом за ассирийцами кандалы стали использовать древние греки. Они, кстати, догадались надеть их не только на пленных и заключённых, но и на рабов. Эту идею быстро подхватил Древний Рим. В средние века кандалы становятся орудием пыток и содержания заключённых, в принципе, как и концепция рабства. Кандалы того времени – это просто железные кольца, соединённые цепью. Они не имели замков, их заклёпывали, нагревая на огне штифт, вставляли его в проушины браслетов и расплющивали концы молотком. Разумеется, ключей тоже не было, были зубила и молоток. Известны также варианты применения кандалов с закрыванием их на висячие замки различной конструкции. Сейчас, если кандалы и используют, то разборное соединение, например, болт с гайкой или просто навесной замок. Согласно истории, первая массовая партия стальных браслетов вышла в начале XVI века. Вплоть до века XIX в наручниках не было и намёка на автоматизацию. А потом система значительно упростилась. В обиход вошли уже полноценные наручники с замком, их было легко одевать и снимать. Хотя кандалы используются и до сих пор. К примеру, в США для транспортировки крайне опасных заключённых. В таком случае сковывают не только руки, но и ноги, но подробнее об этом позже. А у нас на дворе XIX век. Научно-технический прогресс бодро шагает по Европе, и на сцену выходит британская компания Hyatt, которая уже работала с 1780 года. Одному из инженеров удалось придумать наручники со встроенным замком. Тогда они носили гордое имя Darby, что в переводе значит «ручные кандалы». Наручники защелкивались без применения ключа. Пружина позволяла стопору автоматически заблокировать дужку. В то же время для открытия требуется винтовой ключ, который ввинчивается в замок по часовой стрелке, а внутри проворачивается против, что приводит к отжиму пружины замка, удерживающей дугу и размыкание у браслета. Звучит сложно, но сейчас попроще. Этот принцип применяется также в защелках дверных замков. Дверь может сама защелкнуться, но чтобы открыть ее понадобится ключ или нажатие на ручку. Эта модель наручников благополучно дожила до начала XX века. Darby можно было надеть и на руки, и на ноги. Выпутаться из таких браслетов было не очень-то легко, но у них был один существенный недостаток – не регулировался размер. Человек с маленькими руками мог из Darby просто выскользнуть. Ловкость рук и никакого мошенничества. Поэтому производители вынуждены были со временем наладить выпуск по меньшей мере трех разных размеров. Самые большие – их производили самыми крупными партиями, конечно, предназначались для мужчин, средние – для женщин, и, наконец, самые маленькие – для малолетних преступников. Кстати, детские наручники использовались еще и для того, чтобы заковывать хрупких женщин с тонкими кистями. Звучит все это жутко, если так подумать, но история, что поделать. Верная себе Британия использует Darby и спустя много лет после появления более практичных и совершенных наручников, то есть до середины 20 века. Кроме того, Darby до сих пор выпускают в Пакистане, а коллекционеры и фетишисты просто обожают эту модель за ее меньшую травматичность. Проблема с размером наручников была решена в 1862 году американцем Адамсом. Он запатентовал первые наручники с храповым механизмом, диаметр дужек которых можно было легко регулировать, просто защелкивая браслет. Замок тоже стал гораздо компактнее и эффективнее, однако большой популярности наручники Адамса в США не обрели. Тогда, в 1865 году, Джон Тауэр приобрел патент на наручники Адамса и после доработки конструкции замка выпустил собственную модель под брендом Тауэр. Все тотально меняется с 1912 года, когда происходит настоящая наручниковая революция. Да, и она тоже. Инженеры компании Peerless решили разработать наручники с индивидуальным подходом. Пока что звучит странно, но они думали о надежности и удобстве. И у них получилось. На рынок выходит конструкция с дужкой, которая проворачивается насквозь. Теперь наручники можно было подгонять под размер кистей каждого конкретного человека. Что еще более важно, из-за вращающейся на 360 градусов дужки наручники получаются всегда готовыми к использованию, в отличие от старинных моделей, которые, будучи пустыми, из закрытого состояния открывались лишь с помощью ключа. Это было не очень быстро. В 1932 году компании Peerless и Smith & Wesson окончательно доработали дизайн новых наручников. Изготовление их производится путем сборки штампованных элементов, в отличие от штучных кованых изделий более раннего периода. Теперь цепь стала двухзвенной и крепилась к вертлюгам, шарнирам, свободно вращающимся в браслете. Появился фиксатор, повысивший защиту наручников от вскрытия. С тех пор модель применяют полицейские всего мира. Например, в России выпускается копия Peerless, и называются эти наручники остроумно-нежность. Опять что-то на фетишистском. У нежности цепи были длиннее, браслеты матовые. Они открываются не только ключом, но даже с помощью канцелярской скрепки. Упс. Вскоре на рынок выпустили и версию на ножников, и работали они по точно такому же принципу. Ну, точнее, браслеты на ноги были больше, цепь длиннее. Все это как бы давало арестованную возможность ходить, хоть и крошечными шажочками. Применяется в основном при транспортировке вместе с наручниками. Кстати, о транспортировке. Для этого используют следующие виды кандалов. Обычные наручники, надевающиеся на руки. Наручники, прикрепленные к поясу различными способами. Крест-накрест, руки по швам и другие. Для ограничения возможности заключенного манипулировать замком. Наручники, соединенные с наножниками цепью, для ограничения свободы передвижения при ходьбе. Хотя заключенный все же может делать нормальный шаг. В основном полиция использует наручники, надевающиеся на запястье. Хотя есть и другие. Для лодыжек, локтей, пальцев, рук. Эти модели можно использовать, чтобы еще больше стеснять человека. Самый частый случай – конвой задержанного, считающегося опасным. Этот метод широко используется в США. Ну, любят ребята зрелищные показательные выступления. Этого у них не отнять. До 60-х годов полиция надевала наручники впереди. Но печальный опыт дал толчок к новому способу обездвиживания. Руки стали соединять за спиной, чтобы человек не имел возможности что-то поймать или воспользоваться оружием. Самое важное при применении наручников – не повредить нервы на запястье излишним давлением. Этому специально обучают в полицейских школах. Иногда необходимы две пары наручников, чтобы удержать человека с необычно большой окружностью талии, потому что руки невозможно сложить вместе. В этом случае силы безопасности чаще всего приковывают наручниками ладони наружу, что позволяет избежать любого риска побега, даже если у человека есть ключ. В 1992 году появляется новый вид наручников, который затем будет активно использоваться при массовых задержаниях. Лос-Анджелес – бунт афроамериканцев. В принципе, не так давно мир из-за чего-то подобного наблюдал за движением Black Lives Matter, но тогда были первые зачатки. Суд оправдал полицейских, избивших чернокожего, и на улицы города вышли десятки тысяч афроамериканцев. Полиция оказалась к такому не готова, не только из-за отсутствия подготовки и опыта, но и из-за отсутствия снаряжения. В какой-то момент у блюстителей порядка закончились наручники, и нужно было как-то выходить из ситуации. В ход шли всякие подручные средства, и среди них были пластиковые стяжки для проводов. Это стало своего рода открытием, и вскоре было налажено производство пластиковых наручников. В отличие от кабельных стяжек, их не разорвешь сильным рывком, и сковывают они куда эффективнее. Такие наручники делают из вулканизированного материала, и прочность его достигает 150 кг на разрыв. Неплохо, да? Их и ножом простым не разрежешь, поэтому тут тоже придется повозиться, чтобы найти, например, кусачки. У пластиковых наручников две петли, что гарантирует безопасность здоровью, ничего не пережмет. Некоторые пластиковые наручники имеют конструкцию застежки, позволяющую открыть их стандартным полицейским ключом. Таким образом, становится возможно менять степень затяжки браслета или использовать их несколько раз. Ну и раз уж мы заговорили о прецедентах, вот вам полезная информация. Наручники запрещено использовать против беременных женщин, несовершеннолетних и инвалидов. Но при этом данные граждане не должны оказывать сопротивление или носить ирландские наручники. Что это такое? Вообще, это выражение из алкогольной тусовки и значит, что вы держите выпивку в обеих руках. Но вспоминая последние особенно агрессивные демонстрации и митинги, можно понять, о чем идет речь. И да, тогда ирландские наручники быстро превратятся в настоящие, и хорошо, если пластиковые. Но даже если вы печетесь о своей безопасности и хотите запастись наручниками просто на всякий случай, вряд ли получится. Во-первых, они не продаются в торговых центрах. А во-вторых, это не очень-то разрешено. Если найдут, могут на полных правах изъять. А как тогда в случае чего защищаться и кого-то лишить возможности двигаться? Смекалка и подручные средства, конечно. Есть много туториалов и способов изготовления наручников в домашних условиях. Но главное понять принцип действия. Рассмотрим два самых популярных варианта. Это импровизированные наручники из обычного брючного ремня и бельевой веревки. Именно эти материалы следует считать наиболее прочными и доступными. Брючный ремень – наиболее популярный вариант самодельных наручников. Для этого используют достаточно широкие ремни и обеспечивают необходимую фиксацию на кистях рук. Не стоит брать гладкий или лакированный аксессуар, чтобы не помогать пленнику выскользнуть из петель. Кстати, одно время в ТикТоке был целый тренд на видео с такими вот наручниками. И учили их затягивать на самом себе. Опять извращенцы, что ж такое? Главный принцип состоит в максимально жесткой фиксации кистей. Но при этом на деле метод создания двух перекрещивающихся петель оказался очень ненадежным. Дело в том, что если у человека узкие кисти и гибкие суставы, ему не составит труда расширить петли и освободиться. Более действенным считается методика расположения ремня таким образом, чтобы руки помещались внутри двух петель ремня, которые расположены одна в другой. При этом после расположения кистей рук внутри этих петель ремень затягивается на пряжку, что придает наибольшую жесткость полученному соединению. Все как в ТикТоке, да-да. Для изготовления наручников из бельевой веревки ее потребуется около 60 сантиметров. Нужна самая простая, из хозяйственного магазина. И нет, это не реклама, это практичность. Базовая веревка отличается высокой степенью прочности, долговечности и доступностью. Тут чем проще, тем лучше. А если вдруг у вас за весь выпуск хоть раз промелькнула мысль о том, как снять наручники без ключа, ну, мы вас услышали. Но нет никаких инструкций, вы чего, мы просто обсудим теорию. Наиболее часто в конструкции наручников замок располагается вне доступности рук злоумышленника. Это делается именно с точки зрения предохранения от возможности вскрытия наручников. Если замок расположен таким образом, что доступ к нему имеется с двух сторон, замок сквозной, то такой замок будет иметь повышенную степень возможности к взлому. И да, наручники можно вскрыть булавкой, шпилькой, проволокой и так далее. Но только при огромном опыте, зная все виды наручников и их замков, вскрыв уже сотни каждого типа. Все дело в том, что у каждой модели наручников отличия именно в замках с разным принципом действия. И не факт, что вскрыв булавкой одни браслеты, вы сможете высвободиться из других. В основном все дело в наличии или отсутствии фиксатора. Однако существует также ряд моделей, которые отличаются повышенной сложностью. В таких экземплярах замок схож с дверными замками, и работа с ними более кропотливая. Открытие такого замка потребует использования уже двух кусков проволоки повышенной прочности. А как вы помните, ручки-то зафиксированы. В итоге для вскрытия такого замка потребуется несколько часов, и вряд ли у человека в распоряжении будет такое свободное время. Ну и всегда нужно помнить, Любой предмет в ваших руках, которым вы не умеете пользоваться, может вам навредить. Пусть лучше делом занимаются профессионалы, а мы, простые смертные, оставим свои фантазии для простых безвредных моделей, которые легко найти в секс-шопах. Ну, выглядит, конечно, брутально. Тут ничего не попишешь. Это был подкаст «История вещей» и его ведущая «Любовь Леднева». Расширяйте кругозор вместе со студией «Ред Барн». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова